Микс Ньюс Итак, события, которые обсуждают сегодня все, наверное, без исключения, во всем мире. Собор Парижской Богоматери, одна из главных парижских достопримечательностей. Храм, который был построен с XII по XIV век. Были проведены неоднократные реставрации. И вот 15 апреля вечером во Франции начался крупнейший пожар, сильнейший пожар, который уничтожил очень многое. И, в частности, во время возгорания обрушился шпиль этой церкви. И, ну, в общем, сейчас все потушено, подсчитывается ущерб. Ну, конечно, это одна из главных достопримечательностей французской столицы. И ежегодно этот собор посещали более 13 миллионов туристов. Глеб Пантелеев, скульптор и профессор Латвийской академии художеств у нас в студии. Сегодня поговорим об этом и поговорим о том, как вообще вот такие мировые памятники архитектуры, которые понесли ущерб в результате каких-то чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий, пожаров и так далее, можно восстанавливать и как вот с этим дальше жить. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, или реплики, звоните, говорите с нами. Вы, видимо, были, да, в Нотр-Даме? Да, да. И это была чудовищная новость, конечно, пожар в Нотр-Даме, потому что я бы хотел добавить, что это не просто достопримечательность Парижа или Франции, или французов, или католиков. Это мировое достояние. Есть вещи, такие ключевые объекты мировые, которые нельзя называть собственностью какой-то одной нации. Хотя, ну, юридически, конечно, оно так, да. Это, например, город Венеция целиком, такой, какой он есть сейчас на островах. Это собор Парижской Богоматери в том числе. И, видите, ничто не вечно, и все обречено на исчезновение. Та же Венеция, которую я вот упомянул только что, это обреченное место. Причем оно исчезнет до того, как исчезнет наша цивилизация. Море наступает, ее просто затопят со временем. То есть мы живем в уникальное время, мы видим, как она гибнет. На глазах это происходит. На глазах, это происходит на глазах. Но это как бы, это как вот жизнь у человека тоже. Человек живет, и вот можно быть так, что вот все уже ожидали, что он уйдет. А бывает шок. Да, вот как я про музыкантов слышал, одну версию такую, что... А, это Троицли, Артемий рассказывал, что когда погиб Цой, это был шок. Да, когда умер Майк Науменко, это все этого ожидали. Да, ну это такая аналогия. Да, вот с собором Парижской Богоматери это был шок, потому что это внезапно произошло все. А вы сами когда были последний раз в Натальдаме? Довольно давно, в начале века. В начале века? Это была экскурсия какая-то, или вы с какой-то командиром? Это была профессиональная поездка, профессиональная поездка. Я просто не мог туда не пойти. Есть такие объекты, которые, несмотря на весь свой туристский статус и такую раскрученность почти что гламурную, они просто, ну, мы обязаны их посетить, если мы там находимся рядом где-то. И на меня произвело это колоссальное впечатление вот этих, у старинных соборов, у старинных церквей есть что-то такое, они как бы, там другой свет, да, они более, свет приглушенный очень, там свет прошлого. Ты заходишь и понимаешь, что находишься в вечности. Такое же примерно ощущение у меня, например, в Киевской Софии, Софийский собор в Киеве, тоже вот этот полумрак такой, вибрирующий, серебристый. И то же самое в соборе Парижской Богоматери. И еще важный момент очень, что это не просто собор средневековый, это не просто церковь, это у Максима Кантера хорошо это очень описано. Создание собора – это было такое общее дело создания модели мира. Это не просто место, где прийти и помолиться, это модель мира, там все есть, там, начиная от химер, кончая святыми, королями, и, в общем, представлено все. И строилось это веками, и строилось это всем миром, что называется. Поэтому особенно, это особенная ценность, особая ценность средневекового собора. А скажите, зачем вот вы лично особенно следили? Вот, например, там христиане, допустим, очень следили за тем, чтобы, ну, как будут со святынями христианскими, в частности, терновый венец, да, спасут или нет. Органисты всего мира замерли в ожидании, что будет с органом. А вот для вас, как для скульптора, что было важно? Я узнал об этом на следующий день. Я обычно новости раз в сутки просматриваю, и я узнал, когда уже все уже произошло, постфактум. Просто много было противоречивой информации, что… Первый вопрос у меня был, конечно, ну, видите, скульптура, это одно из достоинств скульптуры каменной, так просто не уничтожить. Да, она, конечно, трескается, температурное воздействие влияет на нее. Естественно, деревянная резьба там уничтожена, да, там немного деревянной скульптуры было. Но вот это вот то, главное, почему мы судим о Натардаме, вот эти вот его фантастический совершенно рельеф и фигуры, эти вот его химеры, все это, это осталось нетронуто. Это, конечно, как-то, ну… Вас это немножко… Немножко успокоило, немножко успокоило. Хотя, конечно, это не уменьшает вот этого, этой боли по поводу того, что там исчезло внутри собора. А вы наблюдали за тем, как вообще общественность реагирует на эту трагедию? Потому что были очень разрозненные, очень разные мнения, да, то есть кто-то действительно там оплакивал, кто-то припомнил французам все, что можно припомнить, вспомнили ту же пальмиру и так далее. То есть немножко отслеживали или вот так оставили… Естественно, естественно. Потом я уже, когда узнал про это все, я, естественно, и так просмотрел, что на эту тему говорят. Меня, честно говоря, даже не поразило вот эти вот злорадства, которые в таких случаях звучат, меня уже не поражают, потому что вот эта вот эпоха всеобщего комментирования, когда любой может все, что угодно комментировать и как угодно комментировать, это всегда чревато тем, что на первый план выходят именно комментарии вот такого характера. Ну что я могу сказать по поводу комментариев, что так им и надо, вот отошли от христианства, так вот Боженька вас покарал. Во-первых, это поиск каких-то знамений, каких-то вот совпадений, вот почему именно сейчас, почему перед Пасхой, а вы знаете, вот это потому, что вот хотели наказать их. Во-первых, даже если так, если это промысел Божий, это не ваше дело об этом судить. Это его промысел, а не ваш, принимайте это к сведению. Второе, это очень плохой вкус искать вот такие вот закономерности, в лучшем случае, а в худшем это просто суеверие, что противоречит в корне христианству. То есть комментарии типа того, что вот видите, как совпало все, это не случайно, это не христианские комментарии, это комментарии языческие. Ну тут скорее даже не то, что, дело не в том, что совпало или не совпало и Божий промысел или не Божий промысел, а дело в том, что припоминали то, как уничтожали многие и восточные святыни в том числе, да, и военных действий было достаточно много, и сами французы далеко не святые, в общем-то, да, и на площади около Нотр-Дама тоже проходили очень трагические события. И дело не в том, чтобы это как-то там Боженька покарал, да, условно, а дело в том, что мир сплотился вокруг Нотр-Дама, хотя в принципе это преувеличенная трагедия, на самом деле много святынь каждый день уничтожается и продолжает уничтожаться, да, не говоря уже о каком-то недалеком прошлом. Вот, наверное, в этом был вопрос, действительно ли это преувеличено, или это правда большая трагедия, или мы просто не замечаем, как уходят другие достопримечательности, другие какие-то исторические артефакты и так далее? Я бы не называл это трагедией, потому что это скорее несчастье, трагедия это что-то другое, трагедия это самолет падает, да, трагедия, или война трагедия. Это такое, это несчастье, конечно, да, потому что, ну, люди там не пострадали, пострадали культурные ценности, и культурные ценности, вы совершенно правы, они гибнут каждый день, где-то что-то, та же Венеция, каждый день уходит понемножку под воду, да, то есть, конечно, не нужно это как-то приравнивать к какому-то культурному апокалипсису, да, потому что мы все когда-то что-то, чего-то уничтожали. Мы взрывали церковь в свое время, было тоже дело. Мы воевали, бомбили, были сами бомбимы. То есть это, к сожалению, так, мир так устроен. Но это не значит, что копятся какие-то кредитные пункты, какие-то копятся, которые вот сейчас, вот они вот эти кредитные пункты накопились, и сейчас вот собор Парижской Богоматери – это вот расплата за то, что там в свое время крестовые походы были, и там эти зверюги-крестоносцы, там тамплиеры, они там что-то вытворяли на Ближнем Востоке. Ну, можно, конечно, найти связь такую, если очень хотеть. Но я как-то воспринимаю это объективно. Есть ценность, и эту ценность нужно максимально пытаться сохранить. Хотя это безнадежное дело. Все равно это когда-нибудь исчезнет, когда-нибудь будут руины. Просто подумайте о том, что, например, наша цивилизация оставит. Какие руины мы оставим? Наши руины – это будут стальные каркасы. Римские руины – это колизей. Все рано или поздно закончится. Да, я не склонен называть это трагедией, вы правы. Еще вопрос по поводу на данный момент тех, ну, наверное, убытков того ущерба, который нанес пожар. То есть рухнул шпиль деревянный, но при этом, насколько сейчас известно, сохранились внутренние убранства собора. По крайней мере, оно не так сильно пострадало. Все-таки действия пожарных были достаточно грамотными. Вот вы отслеживаете как-то сейчас, что сохранилось, что не сохранилось? Что-то более болезненно воспринимаете? Что-то, может быть, менее? Настолько тонко, я не могу судить о том, что сохранилось, что нет. Так дотошно я не углублялся в это. Но по поводу шпиля рухнувшего, я прекрасно помню церковь, собор Святого Петра в Риге, который стоял под таким навесиком, такой грибок был сделан вместо шпиля. Я бы очень хорошо поменял в школу ездил через мост, и я видел это каждый день. Ну и сейчас восстановили его. У него стальной каркас, у него не металлический. Можно сказать, что это уже фейк, это не настоящее. Так и тут был уже какой-то вариант, не знаю, второй или третий. То есть со временем это ведь черви тоже едят эти деревянные конструкции. Глеб Пантелеев у нас в студии, скульптор, профессор Латвийской академии художеств. Есть звонок, надевайте наушники, пожалуйста. Слушаем вас. Да, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Это просто комментарий, такое мнение. Пожалуйста. Конечно, это трагедия, очень мощная. В шоке сам был, когда, во-первых, и роман, конечно, в детстве еще читал. Шоковое состояние, это потрясающе, конечно. Но в сравнении с тем, что это такая трагедия, правильно вы из вас, соведущих, правильно вопрос задали, что даже в Сирии, например, если вспомнить, что творится, когда в 5-го века уничтожается произведение такого масштаба, я считаю, для того региона и для мировой не слабее в какой-то степени, не менее значимо. Ну, но по поводу восстановления, понимаете, сейчас вес к цифровых технологий. Но трудам, в частности, восстановится один к одному, потому что есть лазерная копия один к одному, есть компьютерная копия даже в игре один к одному, вплоть до каждого кирпичика. Поэтому внешний вид будет одинентичный. Поэтому, слава Богу, что сейчас можно восстановить один к одному и останется это дальше. Вот это единственная отрада к этому, что, слава Богу. А насчет знамений, извините меня, все-таки для верующих знамение очень важно. И говорить, что это язычество, еще что-либо, совершенно неправильно. Все-таки знамение есть знамение. Обсуждать это надо, потому что это, скорее всего, связано с Петристовым походом знамения. А, скорее всего, я лично, мое мнение связано с тем, что сейчас происходит. Особенно просит прочтение мечеть Парижской Богоматии. Конечно, роман такой боевицкий, но сама идея им в смысл. Я думаю, это главное знамение. Но вообще это, конечно, трагедия и утрата безумная была. Но восстановлению подвижит полностью. Слава Богу, что не так пострадал. Спасибо. Но здесь, наверное, было все-таки язычество не к знамениям, а к верующим сказанным. Мы говорили о комментаторах. О комментаторах и о том, что искать какие-то совпадения. Потому что всегда мы пытаемся найти совпадения и объяснения. Это мое, может быть, личное мнение. Я, конечно, понимаю, что для верующего человека может быть действительно совпадения важны. Но мне кажется, что вот этот промысел Божий не нужно пытаться расписывать как-то нам, расшифровывать его. Он есть. Нам нужно принимать его к сведению. Мне кажется, что, в общем-то, весь мир цивилизованный, он с такой же болью воспринимал и Пальмиру, и Алеппо. Конечно. Это трудно. Конечно. И разрушенный Дрезден во Вторую мировую войну. И так что... Тут как бы играет вот еще что-то а-ля гер-ком-а-ля гер, что вроде как все-таки военные действия. И ты как-то по-другому немножко воспринимаешь. А здесь это стихийное бедствие, какое-то непонятное происхождение пока еще. И вот никто не ожидал вот этого. Знаете, это понятное. Скорее всего, происхождение очень понятное. Потому что есть вещи. Например, у меня у приятеля почти сгорел дом, только что отреставрированный, такой деревянный, деревенский дом, хутор. Из-за того, что ребята олифой натирали полы или что-то там, и тряпки в олифе, которые были, оставили кучкой лежать. Это категорически запрещено. Они думали, что там масло. А она самовоспламеняется. То есть там на стройках могут происходить вещи очень неожиданные. Там нужно... Поэтому есть надзор строительный. Кто-то оставил тряпку с олифой. Удивительно, что даже на объектах такого порядка может произойти вот такая халатность. Если это халатность, конечно. Это сейчас следствие работает. Да, я, кстати, слышала версию о том, что... Ну, естественно, сразу, что это поджог, потому что нужно было как-то списать средства. Это тоже своего рода отмывание денег. Но в любом случае еще будет какое-то официальное заключение. Другой вопрос, что, мне кажется, по поводу Нотр-Дама, того же сейчас, большая шумиха еще. И из-за того, что было очень много сделано пожертвований, то есть прошли только сутки сейчас, а уже 400... 700 миллионов. 700 миллионов уже, да, пожертвований. То есть на ту же Пальмиру никто ничего не собирал. Сделали 3D-версию, да? Мол, посмотрите, какая она была. И это тоже, конечно, ну, скажем так, не в плюс идет Нотр-Даму, потому что, ну, как-то так здесь мы восстанавливаем, а там мы что-то не восстанавливаем. Есть, как сказать, ровнее среди равных кто-то бывает всегда. Но Нотр-Дам просто настолько знаковое явление. Но, ну, согласитесь, весовые категории все-таки отличаются. Пальмира и Нотр-Дам. Пальмира была на всех учебниках пятого класса. При всем уважении, да, она была именно так. Но Нотр-Дам в культуре именно такой, в сознании человека, я не хочу говорить среднего человека, да, там не специалиста, но все-таки... Скажем массового человека, да. Да, но он более узнаваем, Нотр-Дам, по сравнению с Пальмирой. Так что тут поэтому... А по поводу... Я где-то сегодня, вот буквально сейчас перед эфиром листал на эту тему тоже новости, и мне опять-таки это проявление дурного вкуса поразило, да, что уже чуть ли не обвиняют этих пожертвователей, что они там соревнуются, меряются краниками, да, между собой. Пино там дал сколько-то, там не помню, уже 100 миллионов, да. И что это уже, уже видите ли, они... Мы уже знаем, их мотивацию можем раскусить, что они, оказывается, не от чистого сердца, они соревнуются нам. Да какое право имейте говорить? Дают деньги, успокойтесь, берите и реставрируйте. Это не ваше дело, опять-таки, какая у него мотивация, у Пино. Ну да, то есть, по большому счету, просто имеем средства к реставрации. Может, он от всей души дает, а может, у него какие-то шкурные интересы. Откуда, я знаю, не мне об этом судить. Ну, не дал бы плохо, дал, опять плохо. Да, не дал бы плохо, дал, опять плохо. Это такая подлая натура вот этих оценивателей, да, которые вот оценивают любое действие. Вот даже в таком действии можно найти подлянку какую-то, да, при желании. У нас звонок. Да, звонки по двум линиям. Сразу, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, я тоже считаю, давайте оставим эти вот информации на тему армии, пеникарма и так далее и тому подобное. Действительно, почти что погибло достижение мировой цивилизации, его надо реставрировать. Но вот у меня вопрос к вам, как специалисту, как к скульптору. Ну, действительно, там ясно, что очень много пострадало и очень много погибло. Вот начнут реставрировать. Какова историческая ценность будет этого собора в его реставрированном виде? Никакий секрет, что даже по Риге можно смотреть. Вот эти новоделы вроде дома Черноголовых и так далее. Но никакой исторической ценности не представляют. И вот что они сделают? Пластмассовые горгулии поставят или стеклопакеты в виде розы? Ну, вот как вы считаете? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, сейчас много спорю. Да, очень интересный вопрос. Конечно, историческая ценность, она будет, но она будет на порядок ниже у этих объектов. Потому что визуальную сторону восстановят. Предыдущий слушатель, кстати, как раз вот это тоже отметил, в чем я совершенно согласен с ним, что сейчас все культурные ценности, визуально пластические, мировые, которые представляют собой форму какую-то, пластическую, они все засканированы очень подробно. В Латвии, кстати, тоже я сотрудничаю с фирмой, которые мне сканируют мои скульптуры для увеличения. У них один из, одна из таких вечных заказов, они ездят по Латвии и сканируют культурные памятники. Они потом находятся все на файлах. То есть вся пластика собора Парижской Богоматери, Нотр-Дама, она, естественно, хранится на сервере. И все это будет восстановлено. По поводу ценности, да, эта ценность будет несравненно ниже. Это не будет новодел вот в таком, в смысле, как китайская копия граждан Кале, да, роденовских, которых я видел, тоже в бронзе отлитых, кстати, но которые видно, что это китайская копия. Такого эффекта не будет. Французы сделают это грамотно, я уверен в этом, они умеют. Но, конечно, вот это вот дыхание эпохи, как вот столик Антуанетты в Версале, в который революционный матрос там всадил штык, да, вот он может быть просто столик, а может быть столик, в котором дырка от штыка, да, который треснул. Этого не будет там, вот этого времени именно, патины времени, вот этой вот, это излучение, вибрация, которую, может быть, ну, не всегда чувствуешь, но вот я не знаю, я как-то ее очень воспринимаю, я чувствую вот это вот. То есть, ценность снижается, да? Естественно, естественно. И если раньше приходили, чтобы прочувствовать атмосферу, сейчас будут приходить поглазеть, что же они там отреставрировали? Ну, просто поизучать, ну как, это все будет абсолютно адекватно образцам. Это можно будет продолжать так же точно изучать историю культуры, историю пластики европейской, да, но это будет не то. – Скажите, а как вообще восстанавливают такие памятники? Ну, вот тот же уже упомянутый вами шпиль церкви Святого Петра, его несколько десятилетий восстанавливали, вплоть до 83-го года, да, после того, как он во время войны был разрушен. Здесь, конечно, ну, все гораздо масштабнее, объемнее, да, и тоже уже специалисты спорят о том, сколько это займет, да, десятилетий там или, не знаю, столетий. Как вы считаете? Ну, восстанавливать можно по-разному. Можно на примере, скажем, каких-то исторических зданий, вот у меня пришел такой пример, как можно восстановить в деревянном здании в Латвии, восстановить оконное окно, например. Можно его сделать стеклопакетное, в стеклопакет поставить деревянную раму и поставить стеклопакетное окно в какое-нибудь историческое здание, скажем, Юрмальскую дачу конца 19-го века. Я сам знаю примеры, когда восстанавливали в Юрмале дачи конца 19-го века, начала 20-го, замазывая стекла на окнах замазкой на подсолнечном масле. Такая вот старинная замазка, которую никто никогда уже, уже не употребляли, наверное, лет 40, как минимум. А что она дает, зачем? А дает аутентичность. Да? Да. Можно восстанавливать вот таким образом. И тогда действительно... А можно, естественно, закрыть на это глаза. Я не знаю, как они будут восстанавливать, но мне кажется, что французы в этой ситуации будут склонны восстанавливать вот эту вот оконную замазку на подсолнечном масле. Но они же все равно будут, значит, это замазка на подсолнечном масле. Ничего, ничего. Но мы сделали все, что могли. Вот это главное. Еще звонок, пожалуйста. Глеб Пантелеев в студии, скульптор, профессор Латойской академии художеств. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро. Я бы хотел спросить у вас, гостя, вашего гостя, вот такой вопрос. А вот представьте, вот, например, какой-то храм построили в 13-м, 12-м веке. У него пожар случился, например, в 18-м или 17-м веке. Да, его восстановили наши пращуры, так называемые. И он все равно ценен. А почему то, что горит сегодня, уже теряет ценности после восстановления? Спасибо. Или это в смысле, что лет через 500 скажут, что тоже по ценам времени нет. Да, очень интересный вопрос, потому что это для нас теряет ценность. Потому что когда действительно, как вы сказали, пройдет 500 лет, то наши действия по восстановлению уже будут восприниматься, как шпордельное что-то. И будут говорить, да, вот произошло вот такое вот, 500 лет назад, там сгорело предыдущее. Но посмотрите, какими примитивными средствами восстановили. Да, смотрите, как они вот. У них всего же зло 3D-моделирование. И это неоднократно происходило. Действительно, так оно и есть. Что вот даже если мы посмотрим, какие наслоения в Домском соборе эти по векам прямо, даже какая разница в стилистике, то это все происходит на то он и собор, что он развивается, ему наслаивается что-то. А как вы относитесь к заявлению нашего МИДа о том, что латвийский дуб может тоже помочь в восстановлении? Во-первых, насколько это реально? Потому что там бедного Творенкевича и высмеяли, и все. Я, честно говоря, не очень разбираюсь в архитектуре и таких вещах. Поскольку в шпиле использовался дуб, то предложили наш латвийский дуб, дерево. Насколько вот это реально? Довольно странно, уже для национальной библиотеки почему-то канадский дуб привезли, А для Ноттердама наш, я не знаю, я так настолько тонко не разбираюсь в дубах, но, наверное, если предлагают, то могут взять, могут отказаться французам. Но посмотрим, предложить-то можно, каким-то образом участвовать. И денег можно дать тоже, если кто-то хочет личного участвовать. Есть счет пожертвования. Соревноваться с пинопом. Но почему бы с пинопом соревноваться 100 евро не перечислить? Это личное дело, это никто не обязан это делать. И пино не обязан это делать. Просто так происходит. Есть люди неравнодушные к этому. То есть попробовать в Латвии стоит. Кто-то предложит свой дуб, вдруг возьмут. Вдруг возьмут. Вдруг купят. Ну, конечно. Ну, почему бы и нет. Ну, и купят, прекрасно будет. Заработаем. Плюс нам, опять же, как это... Честь. Дополнительный такой бонус для туристов, что вот наш дуб там. И там есть наш дуб. Красиво. Кстати, вот латвийская сосна – это легендарная вещь. Я с бразильцем разговаривал с одним. У меня знакомый из Бразилии художник. Он говорит, есть такое у нас понятие пинья-де-рига. О! Их еще с девятнадцатого века. Сосна из риги. Да, сосна, рижская сосна. Рижская сосна. В Бразилии – это страна, которая... Страна лесов – это сельва. Но пинья-де-рига, они знают, что это такое. Еще есть звонок. Пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вам не кажется, что слишком много всяких условностей? Один простой пример. Сгорела интерная комната, утратили ее. Сейчас ее воссоздали в первозданном виде. Никто даже не вспоминает, что это не оригинал. Все ходят, любуются, и все хорошо. Так же и там. Сейчас много современных материалов. Из стали и бетона построили эту крышу. Заасфальтировали, и все хорошо. Образ есть, и ладно. Такое мое мнение. Визуально, да. Визуально, да. Если не важна вот эта вот аутентичность, что само по себе, ну, может быть, кому-то это не важно. Да, я понимаю. Я понимаю это вполне. Нет, визуальная сторона главы, янтарная комната. Прекрасно, что ее восстановили. Вот она такая, как была. Но это не та янтарная комната, которую тогда вот украли, вывезли в ящиках. Но здесь еще вопрос, допустим, в том, что в самом соборе Ноттердам, то есть сами вот эти каменные конструкции, те же химеры, они не пострадали. То есть внутри там крыша немножко уберегла, да, все то, что находилось под ней. И поэтому, может быть, рано говорить о том, что там совсем не будет этой атмосферы и патины времени, потому что все-таки каменные эти скульптуры, они сохранились. Да, там достаточно большой ущерб нанесен, многих уже элементов действительно нет, фрагментов нет, но тем не менее общий каркас, он уже сохранился. Или если в этот общий каркас добавить нового, это уже все равно не то. Посмотрим, что там действительно сохранилось, а что безвозвратно утеряно. Это тоже пока еще, ну, я во всяком случае не возьму ответственность на себя судить об этом, потому что я не знаю, по большому счету, я вижу фотографии, вижу предварительные какие-то заключения, но это пока еще не экспертная оценка, это еще не смета работ. Дождемся, посмотрим. А что вам, как специалисту, жальче всего было бы там потерять? Ну, если бы исчезли рельефы и вот фигуры, каменная скульптура. Химеры. Да, не, не только химеры, там химеры это одна из... Да, ну там да. Да, это фактически вот эти водосточные трубы, почти что, это на крыше такие украшения, там целая история в камне. А как называются вот эти, которые сидят? Начиная с библейских царей, там все, и, кстати, библейским царям в свое время революционные солдаты во время Великой Французской революции, они им поотрубали головы каменные и закопали где-то, потому что они были в коронах, а короны ненавидели, они не разбирались, это иудейские цари или это монахи какие-то. Короны были запрещенной символикой. И им, да, они поотрубали им эти головы каменные, каменные скульптуры, умудрились с анкеллоты рубить эти короны вместе с головой. Но потом их восстановили тоже, это, кстати, они восстановлены. Любят у нас народ с памятниками воевать. Да уж. Пожалуйста, надевайте наушники, еще звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Вчера выступал один реставратор, который говорил, что сейчас применяются какие-то новые материалы, которые очень легко воспламеняются. То же самое было тут у нас в Риде при реставрации. Так, может быть, вернуться к старым методам реставрации? Спасибо. Угу. Старый метод реставрации, та же Алифа. Угу. Которая тоже легко воспламеняется. Воспламеняется от того, что тряпка, смоченная в Алифе и забытая в углу. Лежит на другой тряпке. Да, скомканная, да. Она загорается сама. Вот он. Вот старые методы реставрации. Само воспламеняешь. Это, я думаю, ну, не нужно, не нужно вот так вот, не нужно так абсолютизировать, что вот старые методы были правильные, они были более там безопасные. Не думаю, что... Мне кажется, сейчас наоборот стараются идти вот к этим материалам, которые вот как раз противопожарные, да? Это сейчас одна из таких строжайших норм. С чего начинается вот такая масштабная реставрация? Доводилось ли вам, может быть, присутствовать тоже в каком-то качестве на каких-то, допустим, таких объектах? Я не работал в реставрации. Наши студенты, многие выпускники нашего отделения занимаются реставрационными работами. Я знаю очень хорошо коллег, скульпторов своих. Вот Геннадий Степанов, мой знакомый хороший, он занимается в реставрации, как раз и он такой очень... Насколько вот важна вот эта, ну, скажем так, интернациональная помощь в данном случае? Ну, вот когда что-то горит, всегда сразу говорят, надо привлечь пожарных там со всего мира, да, с соседних стран. Насколько важна помощь в данном случае скульпторов из других стран? Что касается реставрации... Это надо или нет? Думаю, французы разберутся сами. Тут скорее, скорее... Я бы, конечно, рад, если бы наши, мои выпускники, если кто-то из моих выпускников, которые занимаются в этой вот сфере, работают в реставрационной, чтобы они там поработали. Я бы был очень рад, потому что это был бы колоссальный опыт для них. Может быть, есть какие-то общепризнанные, допустим, величины в этом вопросе, да, то есть авторитеты, то есть вот которые могут дать совет вот в реставрации именно таких зданий? – Реставрация – это не просто ощущение пластики. Потому что может человек прекрасно ощущать пластику, быть скульптором от Бога, но реставрация – это две трети, я думаю, вот реставрации пластических каких-то, визуально-пластических объектов, в том числе скульптуры. Это, конечно, наука и ремесло, да, научная реставрация, я имею в виду такую настоящую. Не просто подмазать там гипсом что-то, а восстановить так, чтобы это было не просто убедительно выглядело, а чтобы это было то же самое. И тут недаром есть отделение реставрации, даже в нашей Академии Художеств есть отделение, это апокшнозеры, да, реставрационное, которое занимается именно реставрацией, техниками реставрационными. Они, естественно, и рисуют, лепят, и занимаются живописью, то есть они художники по профессии своей, они изобразители. Но две трети программы – это ремесло реставратора, это наука, это приемы. Я бы хотела, на самом деле, добавить немножко вот к тому, что сказал наш гость, потому что буквально неделю назад я разговаривала с реставратором и поразилась тому, как вообще происходит эта работа, потому что изначально реставратор тратит огромное количество времени на то, чтобы выяснить не только происхождение предмета, который у него перед глазами, но и природу повреждения, что он может сделать, что он не может сделать, это все анализируется, иногда это сдается в химические лаборатории, это проводится колоссально огромный анализ, после чего составляется программа восстановления, реставрационная программа, которая дается совету реставраторов. Ни один реставратор самостоятельно не может там даже кисточкой мазнуть, он должен, чтобы убедиться в том, что эта программа, которую он составил, была утверждена целым советом. И я думаю, что если мы говорим, это мы сейчас говорим даже о наших латвийских реставраторах, которые кстати реставрируют очень сложные предметы, очень старинные, с большими повреждениями, сейчас проходит выставка на бирже, я поразилась искренне, да, их работу, их мастерству складывали вот из кусочков просто крошечных, а если мы говорим о Нотр-Даме, я думаю, сами эти реставрационные работы начнутся совсем даже и не скоро, то есть это надо еще все проанализировать, это надо все восстановить, это не начнется через месяц или через два месяца, вот, возможно, пройдет достаточно длительный срок, прежде чем они начнут вообще что-то делать. Это будет законсервировано сейчас, и это подготовительный процесс может продолжаться ни один, ни два, ни три месяца. То есть главное сейчас законсервировать, чтобы, чтобы, да, конечно, может быть даже, потому что главное сейчас не допустить вот этого, ну, воздействия природных, природного воздействия, то есть чтобы дождь, ну, снега там у них почти не бывает, да, но чтобы не мокло это все, чтобы солнце не попадало прямое, то есть все нужно закрыть сейчас каким-то куполом, это все, даже не тентом, а именно вот... То есть будет строить купол, да, какой-то? Да, скорее всего, да, его просто упакуют и понемножку будут вот проводить эти вот исследования, этот вот... Ну, вообще, на сколько это десятилетие, вот как вам кажется? Ой, это я бы не... Трудно представить, да? Мне трудно представить, ну, по аналогии, ну, вот сколько мы реставрировали Святого Петра собор, да, сколько это продолжалось? Ну, это вот 40 лет почти. Ну, да, это и сравнительно, возможности тоже разные, естественно, да, но... И финансы разные. И финансы разные, да, там пино не было, да, там эти деньги там централизованно выделялись из бюджета, госпланом, но все равно это категории где-то, ну, можно сравнивать, да, потому что для нас, Святого Петра собора, это, ну, примерно то же самое, что... Ну, то есть символ, конечно. Ну, тут еще, наверное, сказывается, что при реставрации определенные предметы должны выстоять, вылежать под прессом, там, так, сяк, ну, то есть это не так-то там... Сделал, поставил, вот у нас там одна химера готова, переходим. Как называются вот эти на шпиле сидят, вот в позе мыслителя, горгули такие? Как они называются на вашем языке профессионалом? Ой-ой-ой, злые такие. Ну, химеры, это все химеры. Все химеры, понятно. Злые и добрые. Злые и добрые химеры. Ну, химеры вообще по определению не очень добрые. Ну, да. Не все злые. У нас в Европе будет два незаконченных строительства. Сограда фамилии, вечного строительства, строительства века. Сограда фамилии, Нотр-Дам теперь. А если вообще не восстанавливать? Может такой вариант быть, допустим? Ну, не в данном случае уже собирают деньги, понятное дело. Но, допустим, ну, сгорело и сгорело. Ну, видите, это есть, например, синагоги не восстанавливаются. Синагога уничтоженная, она... Все, она уже осквернена, то есть она бросается, да? Ну, тут немножко другая традиция, поэтому христианские церкви восстанавливаются и даже, ну, она еще к тому ко всему это действующая церковь, потому что церкви тоже делятся на... Киевская София, например, она не действует, хотя тоже вот эффект такой, я как человек невосырковленный, я зашел туда и я как-то автоматически совершенно у меня крестным знаменем себя осенил, потому что там невозможно это не сделать, да? То есть вот, несмотря на то, что это музей, и там нету служб, да? Поэтому эти ценности, они как-то, ну, они... Они сами за себя говорят, они требуют восстановления, его нельзя не восстановить. Ну что, на этом закончим. Глеб Пантелеев, скульптор, профессор Латвийской академии художеств, был сегодня с нами на Болткоме этим утром. Спасибо вам большое и хорошего дня. Спасибо вам.